Ново-Молоково – это один из наиболее привлекательных проектов среди жилых комплексов Подмосковья. Современные комфортные дома, выполненные в европейском архитектурном стиле, продуманные до мелочей благоустройства, детские и спортивные площадки, дворы, наполненные уютом, обилие пространств для пеших и велопрогулок. Но данная застройка имела один недостаток – отсутствие социальных объектов. Генеральным планом предполагалось строительство двух детских садов и общеобразовательной школы. Глава Ленинского района Олег Хромов посетил жилой комплекс Ново-Молоково в рамках рабочей поездки по осмотру строительных площадок, где обязательства застройщиков не выполнялись. Мы предпринимали все усилия, работали с застройщиком для того, чтобы приблизить тот момент, когда начнется строиться хотя бы первый объект, начало которого планировалось еще в 2014 году. Немножко произошла сдвижка по срокам, вместо мая месяца в июне месяце начались работы по подготовке уже фундамента данного объекта. И мы теперь абсолютно, я думаю, уверены, что в следующем году, 1 сентября, в Ново-Молоково появится первый социальный объект в виде детского сада на 128 мест. Строительство детского сада в жилом комплексе Ново-Молоково хоть и началось с опозданием, но застройщик обещает сдать объект вовремя. Срок сдачи 3-4 квартал 2016 года. Будем стараться успеть к 1 сентябрю. Беспокоимся о комфорте жителей. Считаем, что детский сад – один из важнейших элементов качественной жизни. Дошкольное образовательное учреждение в жилом комплексе Ново-Молоково будет представлять собой двухэтажное строение с яркими разноцветными фасадами, которые перекликаются с общей архитектурной концепцией проекта. Детский сад рассчитан на 128 мест и спроектирован с соблюдением современных стандартов строительства. В здании предусмотрены просторные игровые комнаты, творческие мастерские, вместительный актовый зал для проведения концертов с участием детей, бассейн и другие необходимые помещения для комфортного обучения школьников. Прилегающую территорию к детскому саду оборудуют игровыми площадками и прогулочными зонами. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Елена Кошаева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин